а итак я приветствую вас еще раз всех в нашем учебном центре специалист прим гтл имени баумана на нашем семинаре а кадровые решения для работодателей в условиях эпидемии уважаемые слушатели отключайте звук пожалуйста все кто к нам присоединился потому что мы ведем запись и помехи идут а и так что касается нашего регламента как мы сегодня построим наше занятие то есть мы разберем она ключевые вопросы вы можете писать ваши вопросы у нас будет время не переживайте я постараюсь на все ваши вопросы ответить а вы можете писать ваши вопросы в чате и в конце у нас будет время и я смогу на ваши вопросы ответить возможно в ходе нашего семинара вы получите ответы на эти вопросы потому что я постараюсь затронуть а все интересующие темы так вот наш учебный центр уже 28 лет на рынке образовательных услуг и предоставляет широкий комплекс широкий спектр курсов то есть у нас порядка тысячи курсов более даже тысячи курсов и 250 а преподавателей а семинар для вас проведу я меня зовут чеботарева светлана владимировна а я являюсь сертифицированным специалистом в области управления персоналом а занимаюсь кадровой работой уже более 20 лет на самом деле то есть настоящий момент являюсь занимаюсь консультациями работодателей и получаю достаточно много вопросов и связано это как раз с указами президента именно поэтому мы и должны с вами сегодня разобрать ключевые вопросы которые буквально будоражат все профессиональное сообщество что касается тематики нашего курса нашего семинара простите это кадровое решение прежде всего хотелось внимание на то что у нас кадровая работа в современной организации у нас пять уровней наших курсов и мы более детально рассматриваем вопросы ключевые потому что сейчас кадровая работа мы буквально так скажем на первом месте на первом плане потому что задача оптимизировать работу с персоналом уважаемые слушатели отключите микрофончики у себя пожалуйста при подключении а так вот наши курсы кадровая работа в современной организации как раз могут буквально адаптировали их с учетом современных историй до которых приключить так вот поэтому я с удовольствием приглашаю вас на наши курсы кадровая работа в современной организации так вот вопросы которым посвящен наш сегодняшний семинар прежде всего действия работодателя сложившая ситуация то есть как поступить правильно что является законным что не очень основная задача кадровой службы это минимизировать риски а также мы с вами какие вопросы а в рамках нашего семинара затронем это как перевести сотрудников на удаленную работу дистанционно что делать если нет возможности перевести сотрудника на удаленную работу или сотрудник отказывается работать в таких условиях оформление простое в каких случаях это допустимо сделать каких нет кроме того рассмотрим основные положения статей 74 это изменение организационных или технологических условий то есть как можно ее применить а ну и такие вопросы как собственно выжить как пережить весну ключевая тема сегодняшних диалогов в кадровой сфере то есть как оптимизировать затраты на персонал фонд оплаты труда на то есть какие действия работодателя возможны а можно ли установить режим неполного рабочего времени как-то сделать и сокращение численности затронем а ну и конечно же мы начнем с вами а с того что президент у нас подписал указ объявил в российской федерации не рабочие дни первоначально у нас был указ президента номер 206 где у нас было установлено что с 30 по 3 по 3 апреля у нас не рабочие дни сохранением заработка и далее буквально вчера а президент своим указом о мирах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения продлил эти не рабочие дни до 30 апреля включительно и также сохранил сохранением заработной платы так вот на кого данный указ распространяется на кого нет то есть кто собственно обязан соблюдать эти нерабочие дни с сохранением заработной платы а на какие организации это не распространяется так вот данный указ не распространяется на работников следующих организаций это непрерывно действующая организация что здесь имеется ввиду что по условиям производства невозможно прекратить производственную деятельность то есть предприятия должны функционировать противном случае это ведет к системным сбоем и к так скажем при остановке деятельности совсем поэтому невозможно останавливать сам процесс медицинские аптечные организации также это организации которые обеспечивают продуктами питания товарами первой необходимости включая розничные торговые предприятия и предприятия которые собственно эти товары производят также организации которые выполняют неотложные работы в условиях через это водообеспечение газообеспечение дорожные работы также это организации которые осуществляют неотложные ремонтные погрузочные работы организации которые предоставляют финансовые услуги это в первую очередь расчеты по платежам Ну и также сказано, что иные организации определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. То есть помимо того, что у нас есть указ президента, у нас есть еще и региональное законодательство, регламентирующее данные вопросы. И предлагаю обратиться к истокам, то есть к указу мэра Москвы еще от 5 марта о введении режима повышенной готовности, который предписывает всем работодателям, которые осуществляют деятельность на территории Москвы, обеспечить измерение температуры работников. Кроме того, если у работника повышенная температура, необходимо его своевременно изолировать, то есть отстранить от работы, а также необходимо оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. То есть, ну по сути говоря, режим удаленной работы, да, он приветствуется в рамках данного указа, что основная задача это минимизировать пребывание людей в общественных местах и по возможности, чтобы все оставались дома. Кроме того, при поступлении запроса в Роспотребнадзор необходимо предоставлять незамедлительно, предоставлять информацию о всех контактах заболевшего. Если вдруг такое лицо мы обнаружим. Также необходимо проводить дезинфекцию помещений, но это и в принципе нужно делать, да, в сложившихся условиях, чтобы минимизировать риски. Кроме того, у нас еще есть указ мэра Москвы о внесении изменений в этот указ. Это еще один, да, указ от 26 марта. Там тоже есть перечень организаций, которым запрещено работать, то есть более, так скажем, дополнен, конкретизирован, большее количество запретов. Ну и рекомендации работникам и работодателям в связи с указом президента, а это рекомендации Минтруда. То есть на что мы обратим внимание, так как нам установили, работодателям установили нерабочие дни, прежде всего, как оплачивать. Ну, в рекомендациях четко сказано, что наличие в календарном месяце нерабочих дней не может являться основанием для снижения заработной платы работникам. То есть неважно, работают работники или не работают, да, то есть у них зарплата не меняется. Кроме того, если работник находится в отпуске, он может находиться в этот период в отпуске. Отпуск на эти дни у нас не продлевается, потому что нерабочие дни – отличительная особенность, что это не предусмотрено у нас трудовым законодательством. Это не относится ни к выходным, ни к праздничным дням. Это именно нерабочие дни. Кроме того, это и сказано, да, что так как это не относится к выходным и праздничным дням, ни о какой повышенной оплате речи не идет. То есть оплата производится, как обычно, в одинарном размере. То есть те организации, которые у нас работают, то есть не попадают по действию указа президента. То есть на эти организации, те же непрерывно действующие аптеки и магазины, не распространяются правила нерабочих дней. То есть у них сотрудники работают в обычном режиме, получают оплату тоже в обычном режиме. Введение нерабочих дней у нас на эти организации, собственно, не распространяется. Но так как эти организации продолжают работать, они должны руководствоваться, то есть проводить профилактику, профилактические меры. Ну и такие работники, можно так сказать, что могут быть переведены на дистанционную работу. То есть работать, так скажем, в удаленном формате. Кроме того, у нас есть письмо Минтруда России 26 марта. Это дополнение к рекомендациям, а вот в связи с указом президента. Что сказано? Что работники, которые осуществляют удаленный режим, они могут его осуществлять по согласованию с работодателем, имеют право на продолжение работы в таком режиме с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике новой вот этой вот инфекции. Кроме того, если у нас указ продлевается, то и в части удаленного режима, то есть такой режим может быть продлен при необходимости. То есть если такая необходимость есть, то может быть продлен. Так вот, что хотелось бы отметить. Вот у меня здесь представлено, то есть по сути у нас образовалось три группы организаций. То есть у нас есть организации, которые продолжают работать, и они отражены в пункте со второго по пятый указа. Есть организации, которым установили нерабочие дни, то есть которые не попадают под действие пункта со второго по пятый. И есть организации, которые продолжают работать удаленно. Причем состав этих организаций могут входить как и из первого списка, то есть те, которые входят в эти пункты со второго по пятый. Также могут входить организации, которым установили нерабочие дни, они не могут работать. Но работают дистанционно, потому что ключевая цель, подчеркну, да, указа президента, это минимизировать риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. То есть человек, сидя дома, если есть такая возможность, ну и собственно Минтруд подчеркнул, что собственно можно работать в удаленном режиме, то есть если соглашение такое достигнуто. Так вот, что касается графиков работы. То есть график работы, если это организация, продолжающая функционировать, то они работают по тем графикам, которые у них были. Оплата у них происходит в обычном режиме, то есть ни в каком повышенном размере. Ну и ставим учет рабочего времени, тоже все понятно. То есть ставим явку, оплачиваем, как всегда оплачивали. Что касается организаций, которым установили нерабочие дни, в этом случае у нас должен быть приказ по организации, где у нас будет ссылка на указ президента и объявление по организации нерабочих дней с сохранением заработной платы. То есть работать, выводить сотрудников на работу запрещено. Заработную плату нужно сохранить, то есть по действующим ставкам, которые имеются. И вопрос возникает, как это отражать в табеле. У нас это не выходной день, не рабочий день. В этом случае у нас нет нужной кодировки. Поэтому кодировку можно вести приказом руководителя, вот здесь как пример. Нерабочий оплачиваемый день, чтобы избежать путаницы. И вести табель именно таким образом. Нерабочий оплачиваемый день. То есть как вариант можно какую-то свою кодировку использовать. Что касается вопросов, могут ли организации перевести сотрудников на дистанционную работу, могут. Только при каких условиях? Только по соглашению сторон, потому что меняются условия трудового договора. И возможно это только по соглашению сторон с оформлением дополнительного соглашения. Если у работодателя такая возможность есть, если данная должность и данный работник может выполнять те же самые функции, но находясь дома. То есть изолировано. Соблюдать режим самоизоляции. Ключевая задача. Принудительно нельзя. То есть например, если это организация из последнего списка, то есть та организация, к которым установили нерабочие дни. То есть по идее они не попадают под пункт со 2 по 5. И сотрудник отказывается работать дистанционно. А мы ничего с ним сделать не можем. То есть мы не можем его ни уволить за это, ни наказать. Поэтому по табеле у нас мы оформляем как нерабочие дни. И зарплату за сотрудником сохраняем. Соответственно с теми, кто согласился работать и может работать, то есть условия позволяют. Мы можем заключить дополнительное соглашение и перевести на дистанционный, на удаленный режим работы. Так вот, что нужно сделать работодателям, которые продолжают работать? И что важно, да? Прежде всего у нас есть указы президента, но в каждом регионе могут быть установлены свои требования. То есть как буквально сказано в указе, что перечень организаций может также определяться и на уровне субъекта Российской Федерации. То есть и организации, например, которые должны продолжать работу. Поэтому наша задача изучить, если у нас филиалы представительства в разных регионах, то есть какие требования установлены именно там, они могут отличаться. Также необходимо издать приказ по организации обведения режима повышенной готовности. И разработать локальный нормативный акт, потому что вот те мероприятия, которые мы собираемся проводить в компании, и они ориентированы на как раз снижение рисков по распространению вирусной инфекции, необходимо этот процесс регламентировать. Ну, например, процесс измерения температуры, процесс отстранения от работы. То есть, ну вот, ключевые моменты. Кроме того, необходимо назначить ответственных лиц за все эти мероприятия. И работников с этим локальным нормативным актом ознакомить. Что может включать в себя такой локальный нормативный акт? Права и обязанности работодателя в данной ситуации, в исполнении указа президента, указа мэра. Так вот, права и обязанности работодателя, права и обязанности работника в данной ситуации. Ну, например, если работник вернулся из стран с неблагополучной обстановкой, он обязан незамедлительно об этом сообщить и самоизолироваться. Также необходимо разъяснить термины, то есть что мы подразумеваем под самоизоляцией. Также вот порядок отстранения от работы, например, в случае температуры у работника. Порядок оплаты. Также необходимо прояснить действия работников, например, вернувшихся из командировки, из стран с неблагоприятной ситуацией. Также должны быть должностные лица внутри компании, которым можно обратиться за разъяснениями за помощью, то есть ответственные лица должны быть. А также это может быть предусмотрен порядок экстренного информирования работников. Должностные лица в компании, которые ответственны за соблюдение отдельных вопросов регламента нашего локального акта. Ну, также можно предусмотреть какие-нибудь формы обмена документами в связи с этим. Здесь вот у меня как раз на слайде представлен пример приказа, то есть что нужно. То есть ввести режим повышенной готовности, да. Особенно это касается тех компаний, да, которые продолжают работать и сотрудники которых продолжают присутствовать на местах непосредственно. Кроме того, те компании, которые у нас отражены в указе президента со второго по пятый пункт, могут самостоятельно определять, какое количество работников вывести на работу, то есть по возможности сократить количество работников, частично переведя их в дистанционный режим. Что касается работников, которые не попадают под этот список, но могут работать удаленно, почему бы и нет, по обоюдному согласию тоже могут работать. То есть режим повышенной готовности в этом случае никто не нарушает. Ну вот такой вопрос, могут ли работодатели игнорировать указ президента, то здесь следует отметить, что принуждать к увольнению запрещено, отправлять неоплачиваемые отпуска тоже запрещено. На сайте есть сайт онлайн-инспекция. Обратите внимание, можно зайти на сайт онлайн-инспекция. И там есть горячая линия, она так называется, коронавирус, горячая линия. И там можно получить консультацию. То есть там буквально сказано, что работники могут сообщить о несоблюдении работодателям их прав, направив заявление в инспекцию. Обратите внимание, да, вот здесь у меня. Укажите, какой результат вы хотели бы получить после рассмотрения вашего заявления. То есть прошу организовать проверку, да, видите, где стоит точечка, и продолжить. Либо предоставить официальную консультацию. Нарушать указ президента категорически не рекомендуется, потому что это может повлечь проведение внеплановой проверки. Несмотря на то, что плановые проверки у нас отменены, но внеплановые, по жалобам работников, никто не отменял. Поэтому, конечно, надо быть максимально осторожным с точки зрения применения тех или иных кадровых процедур. Так что из-за чего могут пожаловаться работники? Это вот принудительные отпуска без сохранения заработной платы, а также принудительное увольнение, когда работодатель обязывает сотрудников писать заявление по собственному желанию, что тоже является незаконным. Итак, мы продолжаем. Что касается ответственности работодателей, попытка не выполнить указ и заставить работников обычных предприятий, которые у нас не попадают в указ президента, трудиться, то есть явиться на работу, принудительно заставить всех выйти, безусловно, является незаконной и может обернуться серьезным наказанием. Прежде всего, обязательность исполнения указа у нас изложена в статье 90 Конституции, что указы президента у нас являются обязательными. Кроме того, у нас есть статья 5 Трудового кодекса, которая как раз трудовое законодательство, и указы президента тоже у нас относятся к трудовому законодательству, являются обязательными для исполнения всеми работодателями. Об этом также сказано и в статье 22 Трудового кодекса. По какой статье могут привлечь? Это статья 5.27, 7 хорошо известная кадровика, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Кроме того, наверняка слышали, что ужесточили наказание за нарушение эпидемиологических правил. Наверняка слышали, что у нас внесены поправки в статью 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Там у нас достаточно существенные штрафы. Эта статья была и до этого, но штрафы были мизерными по сравнению с теми штрафами, которые установили наши законодатели на этот раз. Что для граждан до 40 тысяч, если они будут ходить на работу, они должны, собственно, ходить на работу. Более того, наверняка слышали, что речь идет о пропускном режиме в Москве, который планируют ввести. Поэтому, конечно, мы не будем нарушать, мы просто подумаем, как и что мы можем сделать в данной конкретной ситуации. Для должностных лиц предусмотрены штрафы до 150 тысяч, а вот, например, для юридических лиц до 500, причем с возможной приостановкой деятельности на срок до 90 суток, что тоже, так скажем, существенно. Кроме того, у нас появилась и новая статья 20.6.1. Звучит так. Невыполнение правил проведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, то есть за невыполнение таких правил. То есть у нас такой режим сейчас действует в Москве. Это режим повышенной готовности на нашу территорию. И здесь тоже предусмотрены достаточно существенные штрафы. На индивидуальных предпринимателей до 50 рублей, а для юридических лиц штраф может достигать и 300 тысяч. А если это что-то более серьезное, то есть если действия юридического лица повлекли причинение вреда здоровью человека, то здесь может быть штраф до 1 миллиона рублей. Дисквалификация даже предусмотрена сроком до 3 лет. Кроме того, следует отметить и статью Уголовного кодекса. Это статья 236 Уголовного кодекса. Если нарушение норм повлекло массовое заболевание, либо по неосторожности смерть, то здесь уже у нас предусмотрено лишение свободы. То есть срок может быть максимально достигать 7 лет. То есть от 2 до 7 лет. И штрафы также до 2 миллионов рублей. Поэтому обратите внимание, что нарушать точно не стоит. Слишком велики риски. Также следует отметить, что сотрудники, которые должны самоизолироваться, то есть которые прибыли из неблагополучных стран, они обязаны об этом сообщить, должны оформить больничный лист. Больничный лист в связи с карантином можно оформить электронный. Для того, чтобы сотрудник мог получить такой больничный лист, ему достаточно заполнить на сайте ФСС заявление в электронном виде. То есть приходить никуда не нужно. Заполнить данное заявление и приложить документы, фото документов, которые подтверждают его поездку. И в этом случае ему больничный лист выдается на 2 недели, которые оплачиваются двумя частями. То есть первая часть это в течение 7 дней, а вторая часть уже после окончания. Вот такой вопрос. Если у ребенка продлили каникулы, а родители вынуждены работать, то есть на, допустим, эти предприятия у нас не распространяются нерабочие дни, следовательно, они должны работать в аптеке-магазине. Родители не могут по той простой причине, что ребенок-то сидит дома. Можно ли оформить больничный? На этот случай больничный, к сожалению, не предусмотрен, если только сам ребенок не болеет. Какие варианты? То есть что можно предложить таким сотрудникам? Если возможно, оформить дистанционный режим. Если такая возможность есть. Следует отметить, что это право работодателя. Устанавливать или не устанавливать такой режим, потому что первоначально никто этот режим не оговаривал. Если такая возможность есть, то можно рассмотреть, как вариант перевести такого сотрудника на удаленную работу. Также сотрудник может написать заявление на установление ему неполного рабочего дня, либо неполной рабочей недели, либо, например, уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, либо попросить отпуск без сохранения, в связи с тем, что ребенка девать некуда, а право на ежегодный отпуск уже было использовано. Но больничный, к сожалению, в этом случае не предусматривается. Ну вот, иногда еще возникают такие вопросы. Тоже буквально сегодня получила такой вопрос. Что делать в следующей ситуации, если это организация непрерывного цикла работы, то есть они не попадают под действие указа президента, они должны работать, то есть нерабочих дней для них нет, но при этом сотрудники боятся выходить на работу. То есть что делать с такими, которые изъявили желание самоизолироваться. Мой ответ такой, потому что, так скажем, этот вопрос никто не предусматривал, к сожалению, ни в одном нормативном документе. То есть могу только поделиться своим мнением, предположением, что можно сделать. То есть если работник в условиях такой ситуации отказывается работать, я считаю, что у него есть право отказаться, потому что у нас есть указ мэра, который призывает, даже не просто призывает, последний указ мэра, что сотрудникам запрещено, не сотрудникам, а вообще гражданам запрещено покидать свои места жительства. Есть такое. То есть угроза распространения эпидемии, и сотрудники, конечно, могут написать письменный отказ, что они не хотят работать. Что можно сделать с такими сотрудниками? Ну, как всегда, рассматриваем вариант работать удаленно. То есть можно или нет. Руководствуемся ключевым правилом, не ухудшаем положение работников по сравнению с нормой действующих законодателей. Если вдруг вы решите все-таки проставить им нерабочие дни, тоже, думаю, не будет являться нарушением, и оплатить, при этом отправить их домой. Но вот мой вариант еще такой, что если сотрудник не может работать, не хочет работать, но должен, можно объявить простой по обстоятельствам, независимым от воли сторон. Ну, такой вариант предусмотрен. В этом случае оплата у нас будет 2 трети. Что может являться основанием? Основанием, собственно, сам указ президента, где прописано, на какие организации нерабочие дни распространяются, на какие нет. Здесь мы видим, что на нашей организации все эти нерабочие дни не распространяются. Поэтому что можем сделать? Со ссылкой на данный указ, что нерабочие дни не распространяются, также у нас есть письменный отказ работать, что человек не готов рисковать своей жизнью и здоровьем. Объявить простой, то есть вот на время вот этой вот ситуации, на время этого карантина. С оплатой 2 трети. Кроме того, в ситуации с простоем можно предложить работнику какую-то другую работу. Ну, допустим, его должность в данный конкретный момент не предусматривает возможности работать удаленно. Мы рассматриваем, какой вариант вообще может быть. То есть может быть предложить какой-то временный перевод на ту работу, которая позволяет трудиться дистанционно-удаленно. То есть в каждом конкретном случае отдельно нужно рассматривать, то есть какой вариант целесообразнее всего. Но ключевое правило, да, то есть мы не ухудшаем положение работников. Как перевести сотрудников на удаленную работу? Это очень хороший вопрос, да. Это важный вопрос, потому что если особенности дистанционной работы, включая порядок принятия работника на нее, оформление необходимых документов, организации труда, вот вопросов не вызывают, поскольку они четко прописаны, регламентированы в главе 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации, то вот специфика оформления перевода уже работающего сотрудника по трудовому договору как раз порождает эти самые сложности кадровой службы. И связано это с тем, что Трудовой кодекс у нас в принципе не содержит прямых норм, регламентирующих этот процесс. То есть именно этот процесс именно в период эпидемии. Кроме того, у нас есть понятие дистанционная работа, но нет понятия смешанного режима работы. То есть когда сотрудники у нас работают сначала обычно, да, у них график работы с 9 до 6, а потом при учете, что трудовой договор уже заключен сотрудникам возникает необходимость отправить его работать, например, удаленно. То есть вот как это оформить? Ну здесь вот прежде всего стоит отметить два случая, два способа, скажем так, перехода на дистанционную работу. Это заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, так как условия трудового договора меняются. А где еще у нас сказано по поводу эпидемии? По поводу эпидемии у нас сказано в статье 72.2, то есть оформление временного перевода на срок до одного месяца. Если первый случай оформления дополнительного соглашения возможен в силу статей 72, потому что 72 статья у нас допускает изменения определенных сторонами условий трудового договора. Для реализации такого механизма у нас возможны два условия. То есть условия – это наличие соглашения сторон, то есть по обоюдному согласию. Это соглашение у нас заключается в письменной форме. Кроме того, у нас есть Федерация независимых профсоюзов России, и вот они опубликовали на своем сайте разъяснение, где указали, что учитывая, вот буквально, сейчас зачитаю, учитывая, что распространение коронавирусной инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы, затрагивающим права граждан, работник может обратиться к работодателю с заявлением о переводе на удаленную работу. С точки зрения Трудового кодекса дистанционную работу – это часть 2 статьи 57 и статья 312.1. Опять же, в связи с учетом возможности таковой, то есть есть ли, в принципе, возможность удаленной работы для конкретного работника, который занимает определенную должность, возможна. В этом случае у нас работник может сам написать заявление, с просьбой перевести его на удаленный режим. Но подчеркну, что обязать работодателю это сделать работник не может. То есть профсоюзы рекомендуют рассматривать такую возможность по мере, скажем так, возможности переводить сотрудников на удаленный режим работы, но у работодателя просто такой режим может быть и невозможен. Если работодатель выбирает такой путь оформления трудовых отношений, то есть оформление дополнительного соглашения, если соглашение такое вообще достигнуто между работником и работодателем, что необходимо отразить в дополнительном соглашении? В дополнительном соглашении мы должны с вами отразить, что работа для сотрудника является дистанционной, то есть характер работы отразить в дополнительном соглашении, и указать сроки. По поводу сроков, здесь можно сделать ссылку либо на указ президента до 30-го числа, либо не указывать конкретный срок, но здесь существуют риски. Если мы не укажем конкретный срок, а вашим сотрудникам понравится работать дистанционно, они скажут, что вообще на работу больше ходить не будут, а будут работать исключительно дома. Поэтому, мне кажется, есть смысл продумать, как указать срок. Либо привязать к указу президента, либо с учетом, так скажем, работы дателя. То есть работа дателя дополнительно устанавливает данный срок с учетом нормативных актов. Что еще указать? Это режим труда и отдыха. Режим труда и отдыха. Вот, собственно, в этом-то и заключается сложность. То есть, каким образом формально на дистанционных работниках у нас тоже распространяются правила внутреннего трудового распорядка. Но режим вы можете определить самостоятельно, согласовав с работником. Это может быть тот же режим с 9 до 6, да, либо можете установить какой-то гибкий график работы. Обратите внимание, если мы устанавливаем в дополнительном соглашении тот же объем трудовых функций и тот же график работы, по сути, то в этом случае уменьшить оплату труда таких работников мы не можем. В ситуации, если дистанционная работа предполагает уменьшение норм труда, уменьшение времени труда, потому что это может быть, сотрудники, работающие удаленно, могут трудиться и на условиях неполного рабочего времени, да, с оплатой пропорционально отработанному времени. То есть, обратите внимание, если мы вообще ничего не поменяем, то тогда и оплату поменять не сможем. Также необходимо предусмотреть порядок обмена документами, обязанности работника, например, в определенный период времени выходить по скайпу, то есть, ну, как-то общаться, проявляться, взаимодействовать с работником. Также можно предусмотреть даже время, в течение которого работники должны отвечать на письма непосредственного руководителя, потому что работники расслабляются дома, например, письмо отправлено утром, они его прочитали вечером, то есть, даже это можно. Желательно очень подробно и детально все это рассмотреть, в противном случае это породит большое количество трудовых споров. Также необходимо подумать, на чем будут работать наши сотрудники, они могут использовать личное имущество, в этом случае необходимо предусмотреть размер компенсации работнику таких расходов, это может быть интернет, и амортизация компьютера, то есть все что угодно. Кроме того, сам работодатель может предоставить технику для работы сотруднику, то есть ноутбуки выдают сотрудникам, которые работают дистанционно. Вот все это необходимо регламентировать, также не забыть про то, что условия труда должны быть безопасными, прописываем. Также необходимо продумать формы контроля, то есть каким образом вы будете контролировать, то есть периодичность, то есть когда выходить на связь, когда предоставлять отчеты, по какой форме, вот все это указываем. Что касается перевода на дистанционную работу, то есть порядок действий при переводе на дистанционную работу, прежде всего любая кадровая процедура у нас предусматривает процесс документального оформления. Что мы должны сделать? Мы можем взять заявление у сотрудника, то есть наша задача соблюсти определенный порядок, то есть правильно оформить. Работодатель может сам предложить, инициатор может выступить и работодатель, предложить перейти работать дистанционно. Также сотрудник может написать заявление, можно в конце концов устно озвучить эту инициативу. Главное, чтобы стороны достигли соглашения, оформили это дополнительное соглашение к трудовому договору, где все вышеперечисленные нюансы отразили. Если сотрудник у нас согласен, мы составили дополнительное соглашение, необходимо продумать, как мы его обеспечиваем на удаленке всеми необходимыми средствами, программой, а также доступом, например, к корпоративным базам данных. Также помним, что 152-й федеральный закон о персональных данных у нас еще никто не отменял. То есть продумать, как вы будете защищать персональные данные. Потому что, возможно, в положении о персональных данных у вас прямо прописан запрет выходить на корпоративный сервер с домашним компьютером. Обратите на это внимание, потому что, возможно, такая дистанционная работа у вас потребует внесения изменений в локальные нормативные акты. То есть посмотрите, правила внутреннего трудового распорядка есть смысл внести в правила внутреннего трудового распорядка эту информацию. Также посмотрите и положение о персональных данных. То есть основная задача подумать о том, как мы эти персональные данные будем защищать. Ну и когда у нас есть соглашение дополнительное, мы оформляем приказ о временном переводе на дистанционную работу и знакомим работника с этим приказом под подпись. Также вот еще раз здесь указало письмо Минтруда, где сказано, что в период действия указа изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена электронными образами документов. Обратите внимание, если дистанционная работа предполагает наличие электронной подписи, если у вас уже был такой опыт, вы работали удаленно, или сотрудники есть, которые у вас работают удаленно, сейчас очень много организаций, которые работают в подобном режиме, возможно, уже есть электронная цифровая подпись, но не у всех она есть. Поэтому скажем так, что это полуэлектронные документы. В чем они заключаются? То есть мы отсылаем дополнительное соглашение по электронной почте, то есть сотрудник нам присылает по электронной почте заявление подписанное, прошу меня перевести на дистанционную работу с 1 апреля, к примеру. Мы оформляем дополнительное соглашение, отправляем работнику по электронной почте, он нам его подписывает, скан документа отправляет. Потому что что сказано в письме Минтруда? С последующим их оформлением в установленном порядке. То есть сейчас обходимся таким образом, как есть, а в дальнейшем мы это с вами оформим. Ну и далее мы фиксируем в табеле количество отработанных часов сотрудникам. То есть здесь у нас речь идет о работе. Можете даже для этой ситуации тоже предусмотреть отдельный код в табеле. Приказ, пример, у меня здесь образец, то есть как можно это сделать, то есть в связи с необходимостью самоизоляции. Приказываю перевести, к примеру, менеджера Птичкина на дистанционную работу в такой-то период, и основание у нас дополнительное соглашение к трудовому договору. Главное ознакомить работника с этим приказом. Тоже можно пока на данном этапе путем обмена сканов. Если это было до первоначального указа президента, многие успели это оформить. И все приказы есть, и сотрудников перевели на дистанционную работу, и сейчас спокойно работаю. А кто, конечно, такого развития событий не ожидал, что у нас каникулы продлят в кавычках, это не каникулы, это не рабочие дни, продлят до конца апреля, а кто этого не ожидал, конечно, сейчас буквально паника, потому что никто не знает, что делать. Для начала успокоиться, да, и вот подумать, что мы в конкретной ситуации можем сделать. То есть рассмотреть возможность удаленной работы, если можно. Ну вот вопрос касательно применения статьи 74. 4. Это изменение условий трудового договора в связи с организационными или технологическими условиями. Если работник не согласен переходить на удаленку, вот можно ли, такой вопрос был, можно ли руководствоваться положением именно 74 статьи? Потому что что сказано в 74 статье? В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, изменения в технике далее перечислены, здесь указаны другие причины. Обратите внимание, что у нас режимы самоизоляции в ТК не предусмотрено. Можно ли этот режим самоизоляции рассматривать в качестве других причин? Ну, вот скажите мне, что нет. Ну, а почему нельзя-то? Если действительно таким образом складывается ситуация, что мы можем работать для того, чтобы сохранить бизнес, можем работать только исключительно удаленно. Делать, конечно, я вам это не особо рекомендую. По какой причине? Использовать положение 74 статьи мы можем в каком случае? Мы должны уведомить работника за два месяца до вступления этих изменений в силу. Какой смысл сейчас это делать? А если у нас до 30 апреля мы сидим дома, да? То есть какой смысл сейчас это затеять, если нам это только можно будет сделать в июне месяце? То есть просто даже не целесообразно. Потому что мы, конечно, можем направить уведомления. Если сотрудник отказывается, сложно даже представить, как мы будем составлять сейчас условия, то есть если мы сидим дома, даже если работаем дистанционно. То есть применить данную статью, на мой взгляд, крайне проблематично. Поэтому делать это, конечно, без согласия работника не рекомендую. Также обратите внимание, что если это организация, которая не попадает под пункт со второго по пятый, то есть они должны работать, следовательно, они работают. То есть для них, по идее, ничего меняться не должно. А если это организация, ресторан, да? А если это магазин одежды, в конце концов, или салон парикмахерская, в этом случае они не могут работать, на них распространяются нерабочие дни. Поэтому направлять подобного рода уведомления работнику и обязывать его работать дистанционно, ну, я сомневаюсь, что мы можем это сделать. Суд будет явно не на нашей стороне. А если нет возможности работать удаленно, ну, не предусматривая данную должность, работать удаленно, можно ли оформить простой и в каких случаях можно? В определенных случаях можно, но не во всех. Можно оформить простой только для организаций, которые должны работать, и на них нерабочие дни не распространяются. Но простой нельзя оформить на те организации, на которых нерабочие дни распространяются. Потому что нерабочие дни, они по определению не могут быть простоем. В каком случае мы можем объявить простой? Торговые центры, вы сейчас знаете, все закрыты. И у нас в торговых центрах есть аптеки, у нас есть продуктовые магазины, которые по действию данного указа не попадают. Как быть с такими организациями? Нигде ни в указе президента, ни в указе мэра мы с вами не обнаружим. Вот что делать? То есть это и нерабочие дни на них применить мы не можем. И что мы должны делать с такими работниками? Подчеркну, что принуждать писать заявление, это противозаконно, это может привести к тому, что сотрудники начнут писать жалобы. Вот в этой связи, то есть если мы аптека торгового центра, то есть у нас есть еще и другие аптеки, и есть аптеки в торговых центрах, которые на сегодняшний момент закрыты и будут закрыты до 30 апреля, вот здесь есть смысл объявить простой. Есть смысл, да? И мы можем это сделать, потому что это для данной организации не являются нерабочими днями. Каким образом оплачивать? Это две трети оклада. То есть совсем сотрудников выгнать и ничего не платить мы не можем. Это простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. А также объявить простой мы можем для отдельно взятых сотрудников, опять же подчеркну, коллеги, это мое мнение, для отдельно взятых сотрудников, которые боятся работать, и я считаю, у них есть право отказаться. То есть, ну, это, так скажем, мое мнение. Если сотрудники должны работать в соответствии с приказом, они не выходят, а работодатель уволит таких сотрудников за прогул, как вы думаете, что будет в случае, если этот работник обратится в суд? Ну, вот я процентов на 90 уверена, что суд примет сторону работника. Поэтому, на мой взгляд, мы должны что-то придумать, так скажем, не ухудшающее положение работника по сравнению с действующими нормами законодательства. Это, опять же, мое мнение. Поэтому мы можем составить приложение, да, тех работников, которые письменно написали нам, я такой-то, такой-то, отказываюсь, связи с тем-то и тем-то, у меня есть право в соответствии с указом мэра не работать, и я хочу самоизолироваться. Работы дистанционно такие работники не могут, поэтому вот это единственный вариант, когда мы можем это применить. Что еще? Вернемся к нашей аптеке торгового центра. У нас есть еще статья 72.2. Это временный перевод на другую работу. Временный перевод на другую работу, в том числе и по причине простоя. Допускается. Причем допускается временный перевод в связи с простоем. То есть, что здесь имеется в виду? Временной приостановки работы по причинам, как экономическим, технологическим, техническим, организационным причинам. Можно без согласия работника на работу, которая не обусловлена его трудовым договором. При этом, если работа эта требует более низкой квалификации, то нам все равно потребует согласие работника. И оплачивать такому работнику работу мы будем ниже среднего заработка по прежней работе. Ну, к примеру, у нас закрылся продуктовый магазин в торговом центре, мы предлагаем каким-то продавцам перейти в другие магазины, которые не находятся в торговом центре, потому что мы объявили простой. И вот, собственно, в ситуации с простоем можем предложить работникам перевод сроком на один месяц. Ну, например, мы можем нашему продавцу предложить там, в конце концов, перевестись уборщицей, потому что зарплату она будет получать, как и получала свой оклад, но при этом будет выполнять работу, не обусловленную ее трудовым договором. Законные способы оптимизации ФОД. Хотелось бы тоже обратить ваше внимание, то есть что может являться законным, потому что сейчас действительно очень важно для работодателя выжить и, так скажем, продолжить функционирование. Поэтому сейчас на повестке дня, каким образом можно оптимизировать ФОД. С чего следует начать? Начать следует с изучения имеющихся локальных актов, регламентирующих оплату труда в организации. То есть посмотреть, как у нас формируется фиксированная часть оклада, как у нас формируется стимулирующая часть, потому что у нас в положении об оплате труда может быть прямая связь между эффективностью работы предприятия прибылью и отдельно взятых структурных подразделений. По результатам работы этих структурных подразделений у нас может быть КПА и ключевые показатели эффективности, которых сейчас нет, потому что предприятие вынуждено, например, не работать. Мы смотрим. Окладная часть фиксированная, она в любом случае у нас остается. А вот порядок формирования стимулирующей части мы можем предусмотреть, потому что здесь мы можем предусмотреть, что у нас снижается объем работы, у нас снижается норма труда. Следовательно, у нас может поменяться и порядок расчета стимулирующих выплат. Кроме того, работодатель может отказаться от каких-то доплат, премий, имеет полное на это право, потому что регламентирует оплату труда у нас работодатель. Смотрим, что у нас указано в трудовом договоре с работником. Как правило, речь идет об окладе, которая у нас в штатном расписании. Вот это мы, конечно, поменять, это поменять проблематично. А также, например, у нас в топ-дом договоре есть ссылка на положение опримирования, где сказано, что там за эффективный труд работодатель по достижению KPI, если у нас KPI, выплачивает премию. Вот все эти порядки мы можем с вами предусмотреть, и на это у нас есть, ну, скажем так, в силу закона мы можем это сделать, то есть локальные нормативные акты может менять работодатель. Также можно не только перевести сотрудника на дистанционную работу, но и пересмотреть вот эти нормы труда и, следовательно, предусмотреть и оплату труда. Потому что если сотрудник у нас работает меньше, да, в этом случае можем предусмотреть оплату пропорционально отработанному времени. То есть сотрудникам на дистанционной работе не запрещено переходить на неполное рабочее время. Это тоже может быть, да. Более того, сейчас сотрудники многие, ну, так скажем, понимают, что очень важно сохранить работу. Очень важно, да, потому что в ближайшем будущем мы можем действительно столкнуться с трудностями трудоустройства, количество вакансий у нас резко сократится, количество желающих найти работу резко увеличится. Поэтому многие работники готовы жертвовать, готовы даже сами писать заявление, чтобы им установили неполное рабочее время. Готовы на снижение заработной платы морально. Поэтому здесь главное не нарушить требования трудового законодательства. Также возможно у нас изменение работы. Это гибкие графики, индивидуальные графики. Опять же с изменением и оплаты труда в том числе. Также вот, что касается оформления простоя, это для организации, которая у нас в пункте 2.5 указа президента. Но у нас организаций по Москве может быть много, а потребностей в таких организациях может быть очень мало. То есть у нас сейчас и спрос сокращается, да, и работники, и работодатели, которые попадают в этот список указа президента, они все равно вынуждены сокращать масштабы деятельности. Вот зачастую объявление простоя тоже позволяет оптимизировать и оплату труда в том числе. Перевод работника можно рассмотреть в связи с простоем. Что касается прекращения трудовых отношений, вот еще такой вопрос. Могут ли сотрудники увольняться, если это не рабочие дни? Коллеги, у нас свободный труд закреплен в Конституции. Крепостное право давно отменено. И мы не можем сказать работнику, который пишет заявление, что он обязан работать, точнее не работать, потому что не рабочие дни ему объявили, до конца месяца. Ну, это нонсенс, да, потому что ни один указ, будь то президент или мэр, они не могут противоречить, ну, основополагающим требованиям, которые закреплены у нас в Конституции. Поэтому я допускаю эту возможность увольнения. Более того, если вы работаете уже дистанционно, если у вас есть возможность это осуществить, потому что я знаю, что некоторые кадровые работники, они уже переехали вместе с сейфом домой, вот у них и трудовые книжки, и все есть, и даже электронные цифровые подписи есть. То есть все это есть, поэтому у них реально существуют такие возможности все это оформить. Сразу подчеркну, что увольнять по этому основанию мы точно никого не сможем, если принуждаем. Вот принуждение незаконно, потому что работники будут жаловаться, у них есть горячая линия, и в этом случае работодатель может не поздоровиться. Что касается оптимальных способов увольнения, что можно рассмотреть, особенно с теми, которые, ну вот, не хотят работать дистанционно, не могут и так далее, а мы работаем дистанционно и так далее. Соглашение сторон. 77 статья, пункт 1. Как вот, ну то, что самое безопасное с точки зрения основания для увольнения, это именно соглашение. Это как раз то основание, которое сложнее всего и в дальнейшем оспорить. Поэтому как раз рекомендуется именно соглашение сторон. Что касается сокращения. Сокращение – это достаточно сложная процедура сокращения. Запускать эту процедуру сейчас, но весьма затруднительно, потому что мы должны уведомить работника за два месяца о предполагаемом сокращении, если они все сидят дома, они сделают вид, что они не получили это уведомление. Потому что, если, допустим, вы бы им прислали уведомление, что всем выписать премию в размере оклада, уверяю вас, они бы все получили. Но если вы им вышлите уведомление о сокращении, я думаю, что половина его не увидят. То есть вы реально не сможете собрать эти подписи, ну и доказать, что вы действительно работников за два месяца уведомили. Поэтому делать это, конечно, надо было заранее, то есть еще в марте месяца, вот уведомлять. Но сейчас, мне кажется, немножко поздновато это делать. Также можно, допустим, с какими-то работниками вы расстались по соглашению сторон. Между оставшимися работниками можно перераспределить функционал тех работников, которые уволились. Это тоже как способ оптимизации работы. Давайте поговорим по поводу установления режима неполного рабочего времени. То есть в каком случае мы можем это делать. Установить режим рабочего времени. Мы можем, как по просьбе работника, более того, есть ситуация, когда мы должны это сделать. Если к нам с такой просьбой обращается беременная женщина, один из родителей, опекун или попечитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Также это сотрудник, который ухаживает за больным членом семьи в соответствии с медицинским показаниям. Но это могут сделать и другие работники. Обратите внимание, что одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет. То есть в принципе наличие детей уже основания, чтобы работник обратился с просьбой установить такой режим неполного рабочего времени. В этом случае нам потребуется заявление работника. Причем можно устанавливать как неполное рабочее время в течение дня, ну, например, 6 часов вместо 8-часового дня. Также можно и устанавливать неполную рабочую неделю. Установление режима неполного рабочего времени по инициативе работодателя. Это тоже такой вопрос. Может ли работодатель по собственной инициативе установить неполное рабочее время? У нас есть ответ в статье 74-й. В случае, когда причины, указанные в части 1-й, это организационные, технологические изменения, технические и так далее. Причина в 74-й указана именно этим. Могут повлечь за собой массовое увольнение работников. Работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации вводить режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели на сроком до 6 месяцев. То есть 74-я статья предусматривает возможность установления неполного рабочего времени по инициативе работодателя. Что для этого требуется? Для этого требуется, то есть издаем приказ, ознакомим работников, уведомляем их об этом. А только обратите внимание, что уведомить работника об установлении им неполного рабочего времени мы должны сделать за 2 месяца. За 2 месяца предупредить работников, что у них будет неполное рабочее время. Согласитесь, в нынешней ситуации, когда мы вот сейчас вынуждены сидеть дома, это тоже не особо, скажем так, актуально. Если работник отказывается, точнее отказывается переходить на неполную занятость, то есть отказывается на установление ему неполного рабочего времени, в этом случае мы должны его уволить в связи с сокращением. Это пункт 2, части 1, статьи 81. То есть при этом ему необходимо будет предоставить все имеющиеся гарантии. Кроме того, неполный график по инициативе работодателя. Мы уведомляем сотрудников, то есть делаем это за 2 месяца до введения этого режима в действие. И далее, если сотрудники отказываются, в этом случае мы должны будем их уволить в связи с сокращением численности. Кроме того, если мы вводим режим, такой режим по инициативе работодателя, то мы также должны будем еще уведомить и службу занятости, потому что, возможно, последует у нас увольнение по сокращению. То есть таким образом, если мы говорим про неполное рабочее время, по инициативе работодателя. Это возможно. Во-первых, по соглашению между сотрудником и работодателем, но это может быть, опять же, трудное финансовое положение. Потому что, обратите внимание, если сотрудниками будет доказано, что режим неполного рабочего времени введен в отсутствие существенных изменений труда, то в этом случае действия администрации суд может признать незаконными. Это следует из постановления Пленума Верховного Суда номер 2. Поэтому у нас действительно должны быть веские причины, чтобы вводить по инициативе администрации такой режим. Если это беременная женщина, она имеет право, мы ей отказать не можем. Если наличие детей, тоже могут обратиться самостоятельно, устанавливаем. Но если мы устанавливаем по инициативе организации, то, во-первых, у нас действительно должны быть существенные изменения, которые могут повлечь массовое увольнение. И мы таким образом заботимся о работниках и создаем им дополнительные условия, чтобы они могли все-таки сохранить работу. Что касается срока, то есть срок у нас, если это инициатива работника, то устанавливается по соглашению сторон. Если это инициатива работодателя, то у нас максимальный срок это 6 месяцев. То есть только до 6 месяцев. Более того, если это инициатива администрации, мы обязаны уведомить службу занятости. Это согласно федеральному закону о занятости 10.32-1, потому что такие действия работодатель проводит исключительно с целью сохранения рабочих мест. А законодательство, кстати, не содержит ограничений на повторный вот таких мер. То есть можно там на месяц ввести, потом еще ввести. Но обратите внимание, если обстоятельства повлекли изменение условий труда вновь, организация вправе такие меры возобновить в общем порядке. Но опять же, за 2 месяца мы должны уведомить. То есть мы установили на 2 месяца, 2 месяца прошло. Ну, например, у нас режим неполного рабочего времени был введен на 4 месяца с февраля, с 1 февраля. Вот ввести вновь такой режим мы сможем не ранее 2 августа. Потому что прошли 4 месяца, мы опять работников уведомили за 2 месяца. то есть устанавливать подряд несколько раз можно, ограничений нет, но вот это вот требование необходимо соблюдать. Ну и документальное оформление, то есть письменное согласие, если это инициатива работодателя, дополнительное соглашение к трудовому договору, далее приказ об установлении неполного рабочего времени, дополнительное соглашение у нас будет основанием к приказу. Ну и также обратите внимание, что в принципе работники могут и самостоятельно написать нам заявление, в этом случае нам 2 месяца ждать не нужно. То есть как только работники выразили согласие, мы можем ввести режим неполного рабочего времени. Ограничений к дистанционным работникам у нас тоже нет. То есть дистанционные работники у нас тоже могут работать в режиме неполного рабочего времени. Ну и помним, что если это инициатива организации, то необходимо уведомить службу занятости. Это федеральный закон о занятости 10.32-1 и также есть еще письмо Роструда номер 1329-6-1. Что касается сокращения численности или штата. Тоже вот очень важный вопрос, который необходимо осветить. То есть мы сейчас попробуем это сделать оперативно, потому что у нас еще должно быть с вами время на то, чтобы я смогла ответить на ваши вопросы. Так, сейчас смотрю. Есть ли у нас тут что-нибудь на всякий случай? Так, да, я вижу, вопросы уже поступают, поэтому я просто смотрю масштаб вопросов, сколько времени. Все, я вижу, вопросы достаточно интересные, сейчас мы к ним вернемся. Что касается сокращения, затрону вскользь, потому что у нас будет, мы сейчас достаточно много проводим семинаров, и у нас будет еще семинар, я буду проводить, связанный как раз с сокращением, то есть та тема, которая сейчас всех будет волновать, потому что действительно работодатели испытывают трудности. В общих чертах расторжение трудового договора в связи с сокращением численности штата предусмотрено у нас пунктом 2-м части 1-й ст. 81-й Трудового кодекса. Это как мера, да, по сохранению организации, то есть это когда, собственно, других вариантов для компании, ну, просто никаких нет. Вот, а выживать как-то надо, поэтому вот может быть такое предусмотрено. Порядок действий. Здесь вот совсем кратко, то есть мы определить должны сначала, боль, для наших сокращений являться массовым или нет. Что касается критерий массовости, сказано, что, ну, вот согласно статье 82-й, это 82-я статья Трудового кодекса, где сказано, что это у нас определяется отраслевыми соглашениями, то есть в отраслевых соглашениях для предприятий в рамках отдельной отрасли это может быть предусмотрено. Кроме того, на что еще можно обратить внимание, это постановление правительства номер 99. Вот сокращение будет расцениваться как массовое в случае, если численность работников уменьшается на 50 и более человек в течение месяца. Ну, это вот как один из вариантов, то есть в каждом конкретном случае нужно будет это определять. Планирование процедуры сокращения, то есть необходимо, если мы хотим правильно это сделать, собрать комиссию, потому что мы должны руководствоваться, у нас есть преимущественное право работника оставаться, то есть мы преимущественное право работника должны учесть. Вот как раз комиссия собирается для того, чтобы составить список сотрудников, которые подлежат сокращению. Далее уведомление службы занятости. Уведомить мы должны за два месяца. Если это массовое увольнение, то за три месяца. Сотрудников мы уведомляем о предстоящем сокращении за два месяца. Ну и кроме того, у нас может быть предусмотрена и предусмотрена возможность досрочно прекратить трудовые отношения в связи с сокращением, потому что мы за два месяца уведомили, мы за два месяца уведомили работника, но чтобы не ждать два месяца, то есть сотрудник имеет право уволиться. На самом деле сокращение достаточно дорого для компании, но сами посчитайте, за два месяца уведомили, он все равно продолжает работать, даже если особо работать не приходится. Это заработная плата за два месяца. Потом работник увольняется, ему еще заработная плата, потом ему еще за один месяц заработная плата, И, наконец, он может и далее не найти себе работу, мы еще за третий месяц заплатим компенсацию. Ну, вот как вариант, численность, конечно, сокращение численности, достаточно сложная кадровая процедура. И также следует отметить, что очень много исков в суд, то есть сотрудники обращаются в суд, поэтому очень важно правильно провести данную процедуру. Так вот, чтобы не ждать два месяца, сотрудник может уволиться и ранее, но со всеми причитающимися ему выплатами. То есть работодатель ему оплачивает заработную плату до окончания срока истечения предупреждения об увольнении. Ну, и плюс все остальные выплаты. Также уволить по пункту 2 статьи 81, это инициатива работодателя, мы можем только, если невозможно, перевести сотрудника на другую имеющуюся у нас работу, то есть мы должны посмотреть, что мы можем предложить. Получить согласие профсоюза, если он у нас есть. Ну, и далее оформляем приказ, производим все причитающиеся работнику выплаты, то есть все, что положено, закрываем карточку Т-2, выдаем трудовую книжку работнику, справку о сумме заработка, ну и если у нас увольняется сотрудник военнообязанный, еще должны будем уведомить военкоматы о том, что сотрудник у нас увольняется. То есть с точки зрения документов, которые нам потребуются, у нас должен быть приказ о сокращении численности штата. Далее мы должны определить, кто имеет преимущественное право остаться, для этого комиссию собираем и составляем список сокращаемых сотрудников, уведомляем о предстоящем сокращении, предлагаем другую должность, это прямо в самом уведомлении можно указать. Далее те сотрудники, которые согласились на перевод, мы их переводим. Также помним, что если у нас есть профсоюз, уведомляем профсоюз, а также уведомляем службу занятости о предстоящем сокращении, выплачиваем причитающиеся пособия работнику, это у нас отражено в статье 180 Трудового кодекса. Ну и, собственно, если сотрудники у нас отказываются от перевода и при наличии вакантных должностей, тогда мы их увольняем. Так вот, что еще хотелось бы мне сказать? Тут обратила внимание сегодня буквально на мнение экспертов по поводу применения положений статьи, может быть, даже слышали, то есть правомерно ли использовать увольнение по пункту 7 статьи 83. Это наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, и далее перечислены военные действия, катастрофа, потом что там еще, другие чрезвычайные обстоятельства, но и главное, что там перечислены и эпидемия в том числе. Так вот, это возможно, если данное обстоятельство призна решением правительства Российской Федерации, либо президентом, обращаю ваше внимание, что режим ЧАЭС у нас не объявлен, поэтому я считаю, что пока он не объявлен, увольнение по пункту 7 части 1 статьи 83 не является, так скажем, обоснованным. То есть у нас упорно это продолжают называть режимом самоизоляции, чтобы не вводить ЧАЭС, потому что ЧАЭС повлечет за собой еще ужесточение тех мер, которые есть. Более того, возможно, такой сценарий он и рассматривается. Ну и кроме того, почему еще не вводят у нас ЧАЭС, потому что очень важно сейчас переместить все расходы на организации, на работодателя, потому что здесь у нас указ президента прямо-прямо говорит, что сотрудников увольнять нельзя, все должны получать зарплату, и делать это будет кто угодно, работодатель, но не правительство, потому что как только объявят ЧАЭС, там должны будут быть совершенно другие меры. Поэтому обращаю внимание, что 83 статью, пункт 7, конечно, мы рассматривать не будем. Так, теперь что касается... Также хочу пригласить вас напоследок, перед тем, как приступить к вашим вопросам, хочу пригласить вас на наши курсы. Опять же, если интересует управление, удаленное управление сотрудниками, это сейчас новое введение, мы сейчас все должны адаптироваться к этим новым условиям. Обращаю ваше внимание, что этот мир уже не станет прежним, то есть как мы уже сейчас можем это рассматривать, как было раньше. Поэтому удаленная работа она будет. И вот у нас стартует курс 6 апреля. Поэтому приглашаю вас на наш курс. Ну и также везде, где мы рассматриваем процессы оформления трудовых отношений, перевода, все нюансы. Это вот 5 уровней кадровой работы. И кадровая работа у нас стартует 0.04, это буквально завтра, это первый уровень. Также вот у меня завтра внутренний аудит кадровых документов. тоже особое внимание будем уделять именно процессу анализа документов. И в каких документах, будь то положение по оплате труда, как это можно изменить, какие корректировки внести. Также и правила внутреннего трудового распорядка. Ну и вообще отдельные документы будем рассматривать, посвященные именно дистанционной работе в новых условиях. Ну и также приходите на наш практикум по кадровому учету. Это 5 уровень. Вот 17.04 будем его проводить. То есть там у нас 127 кейсов мы рассматриваем, которые могут быть, плюс мы рассматриваем и кейсы наших слушателей. Поэтому обратите на это внимание, если что. И проверка ГИД. То есть сейчас у нас действует запрет на плановые проверки. Но обратите внимание, то есть уже с учетом сложившейся практики нарушений будет много, и у проверяющих ГИД будет очень много работы. А следовательно будет и много штрафов. И как с этим работать, и тем более новый регламент сейчас. И вот 18.04 у нас как раз стартует курс. Это проверка ГИД. Поэтому всех вас приглашаю. Ну и также обратите внимание, сейчас расписания пока нет. По сокращению, по увольнениям. Ну и вообще по новому регламенту ГИД. У нас с вами будет семинар, прошу прощения, ну вебинар онлайн 14.00 и 16.00. Пока в анонсе нет. Но следите за нашими новостями, подключайтесь к нам. Мы сейчас будем достаточно часто выходить в эфир. Так, ну что, я готова перейти к вашим вопросам. Так, сейчас попробуем. Тут уже, да, активно у нас пошли вопросы. Сейчас откуда начнем? В обратном счете. Вопрос, почему-то нету диалогового окна никакого. Да вы что, странно, что нет, задайте мне его так. Ну вот хотела узнать, если сотрудники работают по графику два через два, а в трудовом договоре прописана оплата по дневной тарифной ставке. То есть мы в апреле, как мы им должны, мы им в табеле проставляем какой-то вот код, как вы говорите, вводим, допустим, нерабочий оплачиваемый день, да? Да, абсолютно точно. И проставляем в табеле. Смотрите, я поняла ваш вопрос, я просто уже очень много раз на него отвечала. Для ваших сотрудников ничего не меняется. Только они у вас сидят дома и в табеле, вот в те дни, которые они должны работать, вы им будете ставить новый код, типа нот. А в остальные дни вы будете ставить им выходные дни. Вот и все, потому что все в соответствии с графиком. То есть ваша задача, то есть мы не сокращаем, представьте, что как будто бы ваши работники у вас работают. То есть все то же самое. Поняла. А вот еще очень много пишут, что в связи с тем, что внесены изменения в производственный календарь, ну вот в марте, получается, на два дня уменьшились, соответственно, норма уменьшилась. И вот очень много в интернете пишут, что те, кто выходят, допустим, на дистанционную работу, что эти часы необходимо оплачивать как сверхукурочные. Нет, конечно, такой команды нет, потому что в разъяснениях Минтруда мы четко видим, что это не относится ни к выходным, ни к праздничным дням. Поэтому если сотрудники работают, особенно те сотрудники, которые у нас в собственном указе президента отражены со второго по пятый кунт, то есть для них по оплате ничего не меняется. Спасибо вам большое. Очень интересные курсы, очень полезные. Приходите к нам, да, так что еще пообщаемся. Так, вижу вопрос, Мария. Нет никаких допустимых вариантов работы в офисе с помощью дежурств и так далее? Так, у нас несколько бухгалтеров все равно приходят в отпуск, правда не на общественном, а на корпоративном такси. Мария, я четко могу сказать, что это нарушение указа президента, потому что ваша организация, если ваша организация не попадает под действие указа. То есть привлекая сотрудников, боже упаси, не дай бог, что-то случится, я вам привела пример по поводу ужесточения ответственности работодателей. Рекомендую ваших бухгалтеров перевести на дистанционный режим работы. Это вот мой ответ такой. А если привлекаете, то берете на себя, ну вот определенные, так скажем, риски. Я не смогла написать вопрос, а можете мне вот ответить? Рекомендую ваши сотрудники работают по внебюджетному штатному расписанию. То есть они оказывают услугу и, соответственно, по положению о платных услугах получают деньги. Вот сейчас, вот в этой ситуации, когда они вынуждены сидеть дома и не работать, как с ними быть? Они же, получается, без средств к существованию? Ну, я считаю, что это работодатель должен продумать определенным образом. Это, мне кажется, так же, как и в ситуации со сдельной оплатой. То есть здесь надо посмотреть, у вас вообще как-то это отражено, вот если вы не можете их обеспечить платными заказами, а у вас какой-то минимум в локальных актах прописан. Точно так же, как сдельная оплата, потому что сотрудник получает ровно столько, сколько он сделает. Если он сидит дома, как ему оплачивать? Вот здесь в зависимости, это сказано в разъяснениях Минтруда, в зависимости от того, как это отражено в локальном акте. То есть минимум предусмотрен должен быть. Ну, а на максимум сейчас никто не рассчитывается. В учреждении нет такого локального акта, в котором должно было бы быть прописано, сколько должен получать сотрудник. Единственное, что есть, есть вне бюджетное штатное официальное, где все равно прописана ставка сотрудника. То есть, значит, они почасовики. Я поняла. Это тренеры, которые работают по часам. То есть, если у человека на ставку 18 академических часов в неделю, то есть он согласно своей нагрузке, даже сидя дома, все равно пусть извне бюджета, но, тем не менее, должен получать зарплату. А значит, смотрите, тогда ставим нерабочие дни, как будто бы он у вас работает и оплачиваем. В соответствии с тарифными ставками почасовыми, которые у вас предусмотрены. То есть, такой вариант. Я поняла. Спасибо большое. Потому что на них распространяются нерабочие дни. Понимаете, в чем дело? Следовательно, работают они или не работают, за ними мы должны сохранить их оплату. А если у работодателя это нигде не прописано, ни в его трудовом договоре, нигде, то это нарушение работодателя? Ну, в принципе, да. Потому что мы должны обеспечить определенный минимум по оплате труда. Потому что требования статьи 133 Трудового кодекса и 133.1 у нас никто не отменял. То есть, минимальный размер у работника должен быть оплата труда. На случай, если нет заказов, то работодатель должен каким-то образом не лишить работника средств к существованию. Вот как раз для вас это повод задуматься, посмотреть, какие изменения можно внести, что прописать. Ну, на сегодняшний момент, если ничего не прописано, то я считаю, что не нарушая указ, вы должны сохранить оплату на этот месяц за работниками. Я поняла. И еще один вопрос. Работал человек. У него был срочный трудовой договор. Договор с ним не продлили. Закончился срок договора. Договор не продлили. Соответственно, сотрудник был уволен. Этот сотрудник, в свою очередь, обратился в службу занятости, но не успел получить статус безработного. На сегодняшний день как вообще этому сотруднику? А вы знаете, на сайте службы занятости очень подробное разъяснение. Обратите внимание на это. А сейчас там даже предусмотрено, вы слышали, да, что 19500. Там указано, как в случае. У нас область. А, вы не в Москве. Ну, в Химке там 15 тысяч, по Воробьев определил. А, ну у вас тоже, да, есть. А тогда не могу понять, с чем загвоздка. То есть надо идти. Ну, в службу занятости не оформляет, служба занятости не оформляет, соответственно, не присваивает статус безработного, соответственно, без... А на каком основании? Не положительный. Ну, они точно так же не работают. Так они в электронном виде заявления принимают. Должны принимать. Это очень странно, на самом деле. Очень странно. Меня прям даже это... Я прям даже разберусь с этим вопросом. Мне интересно. Химки, это вообще отдельное государство. Потому что сейчас мы можем получать электронные услуги через МФЦ, да как угодно, да. Даже больничный, вот, без личного присутствия оформляется. Неужели процесс постановки на учет, в Московской области у нас так затруднителен? То есть есть повод, ну, так скажем... Я не могу сказать обо всей Московской области, как бы очень, очень не хочу даже говорить этого, да, как бы не хочу затрагивать всю Московскую область. Вот Химки, это очень сложный город. Тут вообще просто... Государство в государстве сложны беззакония. Ну, вот, если вы... К следующим вопросам. Да, давайте перейдем тогда к следующему вопросу. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо. Вот вопрос еще у нас есть. Можно ли уволить сотрудника по пункту 7, статье 83, в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующие, какие обстоятельства наступили и препятствуют продолжению трудовых отношений? Здесь сказано, в ситуации, чрезвычайно... ЧАЭС объявили? Не объявили. Вот как объявят, тогда можно. Вот пока ЧАЭС у нас не объявили, у нас режим самоизоляция. Обращаю на это ваше внимание. Пока не объявили, применять пункт 7, статье 83, не можем. Так, на каком основании применять простой после... Сейчас, секунду. Простой после указа президента. Я вам только что рассказала, что, например, у нас аптека в торговом центре, а торговый центр закрыли. На аптеку у нас нерабочие дни не распространяются. Что делать с этой аптекой? Если у вас нет вариантов, куда перевести работников, вы просто можете оформить это как простой, потому что по действию указа ваша организация не попала. Но если это та организация, которая не должна работать, то есть она не попадает в перечень со 2 по 5 указа президента, тогда мы простой объявить не можем. Это будет незаконно, потому что это не рабочие дни. Простите, пожалуйста, связанный вопрос. А если торговый центр сам, он считается организацией, попадающей под непрерывный... Не попадает. Не попадает, не попадает, к сожалению. Скажите, пожалуйста, а можно вопрос относительно... Я просто вижу, что тоже других интересует. Если, во-первых, не у всех сотрудников есть печатное устройство дома, каким образом выйти из этого положения при подписании дистанционного перехода в ДОП-соглашение? Вы знаете, никак. Только мы можем это сделать, если вы обеспечите работников всеми необходимыми устройствами. Вариантов других я не вижу. То есть мы можем оформить дополнительное соглашение. Мы должны прописать, какие средства работник использует в своих порядках компенсации, а какие средства мы, как организация, этому работнику предоставляем. Если у работника чего-то нет, ну, значит, у него нет возможности трудиться дистанционно. Следовательно, мы на такой режим с ним перейти не можем, к сожалению. А понимаете, на самом деле, у него принтер не нужен дополнительный функционал. Если ему нужен принтер, для того, чтобы подписать до соглашения к договору, да, в данном случае. Больше ничего. То есть это все равно подходит под эти условия. Конечно. Ну, попробуйте с ним чисто по-человечески договориться, знаете. Ну, человеческий, который я понимаю, конечно. Да, то есть, ну, все заинтересованы сохранить работу, понимать и работать. Поэтому я думаю, что, может быть, он как-то изыщет возможность, как вам это отправить. Можно, в конце концов, сфотографировать и отправить в Аттаб. Я думала, что это непосредственно связано с его работой. Если не только для дополнительного соглашения, я считаю, что это не повод не заключать с ним. Спасибо. Можно еще один вопрос относительно трудовых книжек, которые остались в закрытом центре, в закрытом офисе. Что делать, если человек подал все-таки заявление на увольнение, вот с шестого надо ее уволить, а доступа к документам нет, ну, без нарушения режима самоизоляции, естественно. Как поступить в данную ситуацию? Вы знаете, очень сложный вопрос на самом деле, потому что у вас же там, я так понимаю, вы арендуете место в торговом центре. Это не торговый центр, это просто арендованное помещение, то есть доступ туда теоретически, естественно, есть, но нарушать-то, в общем, никто особо не хотел бы и перемещение, и вообще все это. Но понимаете, в чем дело? Так как у нас все-таки, давайте руководство со здравым смыслом, ЧС не объявили, так? Крепостное право отменили очень давно. Работники имеют право увольняться, как вы считаете? Конечно, безусловно. Но не может, не можем мы заставить работника, ну вот представьте, заперли в квартире, не выпускаем работника, чужого человека, но это исключено полностью. Поэтому я считаю, что здесь надо просто каким-то образом его уволить дистанционно, направить ему уведомления, трудовую книжку вы ему уже выдадите после того, как режим этот будет отменен. Вот я тоже так планирую, а она хочет подавать на биржу, и вот прям сейчас. А биржи, естественно, требуют ну дайте справочку ей, что справочка наверное устроит, да, цен? Ну попробовать, по крайней мере, попробовать-то вы можете это сделать? Она скажет, видели у него это или нет. А вот, и в конце концов связаться с самой биржей, что как так, вы же не можете нарушать режим самоизоляции, работник уволен. Ну вот, поэтому я считаю, что надо попробовать таким образом поступить. Спасибо. Спасибо. А можно вопрос? Коллеги, а большая просьба, большая просьба, давайте преподаватель будет отвечать на вопросы из чата по очереди. Да, хорошо, давайте сейчас так попробуем, я сейчас быстренько пройдусь по вопросам. Нет никаких допустимых, это я уже смотрела. Организация приравнена к непрерывному производству, ознакомили с приказом. Директора об удаленной работе можно не подписывать дополнительные соглашения, нельзя не подписывать, потому что у вас идет изменение условий трудового договора, поэтому я считаю, что нужно это делать только через дополнительное соглашение, потому что обязанности сидеть удаленно ни у кого нет. И нормативно это документами не предусмотрено, что все сотрудники обязаны работать дистанционно, поэтому изменение условий трудового договора, это статья 72, только по соглашению с работником. Поэтому делайте, подписывайте, то есть это можно сделать и путем обмена сканом. больничный на время карантина требовать законно. Да, конечно, на время карантина, если, опять же, вы подтвердите факт возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вот только в этом случае у вас может быть больничный, ну, либо при наличии симптомов ОРВИ, то есть такой вариант может быть. Как оформить дополнительное соглашение к трудовому договору, если в основном работа может быть дистанционной, но пару раз в неделю нужно появляться в офисе. Ну, вот проблема в том, что мы сейчас не можем появляться в офисе, потому что мы работать дистанционно можем, но мы обязаны соблюдать режим самоизоляции. Так и прописать, то есть при нормальных условиях сотрудник может частично, часть времени работать удаленно, но только вы это подробно прописываете, что конкретно он должен делать, форма отчета, в какой период он должен являться, предоставлять вам личный отчет в офисе, то есть, ну, это вы можете прописать. Единственное, сейчас, если вы не попадаете по действию организации со второго по пятый пункт, это будет организовать проблематично, штрафы я вам озвучила, штрафы. А на каком основании, так, было сейчас, если организация предложила всем сотрудникам взять оплачиваемый отпуск, как быть с людьми, которые находятся в декретном отпуске, но работает неполный рабочий день. Ну, собственно, вы можете, как вариант, и в рекомендациях Минтруда, правда, они это затронули только лица старше 65 лет, в указе мэра, простите, что при возможности перевести таких сотрудников из пункта 7.1, да, прям помню, на дистанционный режим или пойти в отпуск предложить. То есть, в отпуск можно, это как альтернативный вариант. Более того, если у сотрудников по графику отпуск, либо в изменении графика отпусков, то есть, это как вариант. А если сотрудница находится в декретном отпуске, но работает неполный рабочий день? Тоже хороший вопрос. Если сотрудница работает, она не может находиться одновременно в двух отпусках, поэтому вариант оформления ежегодного отпуска мы не рассматриваем. То есть, она работает дистанционно, следовательно, она и продолжает работать дистанционно. То есть, это можно. Так, можно ли уволить это было? Так, если сотрудник сначала отправили по дополнительному соглашению на удаленную работу, затем вышел приказ с 3 по 5 объявленными рабочие дни, то какой у сотрудника режим работы? А если сотрудник работал по дополнительному соглашению на удаленной работе, и у нас сейчас до 30 числа это продлили, следовательно, сотрудник может и продолжать. у меня это прям было в презентации. Сейчас скажу, где это у меня было. В нормативных документах. А вот работники, это письмо Минтруда номер 14-4 дробь 10 дробь П. А вот, это дополнение к рекомендациям. То есть, посмотрите, там это есть. И тут сказано, что работники, осуществляющие удаленный режим работы по согласованию с работодателем, имеют право на его продолжение в период действия указа с обязательным соблюдением требований Минздрава. И далее, в период действия указа изменения в части перехода на удаленный режим могут оформляться путем обмена электронными документами. Да, можете. Так, если есть уже подписанное месяц назад соглашение сторон, до даты нерабочих дней будет ли нарушением увольнения в период до... Я вообще считаю, по соглашению сторон, вот я хочу уволиться, вы не против меня уволить. То есть, я вообще считаю, что увольнение даже в период нерабочих дней оно может допускаться. Единственное, вот как вы отдадите трудовую книжку работнику, мы только что это обсудили, что могут быть определенные сложности. но это можно оформить и вот, так скажем, удаленно. По соглашению сторон имеет право уволиться и до 30.04. Можно ли на основании рекомендации Минтруда продлить дополнительное соглашение в электронном виде? Конечно, Мария, можно. Минтруд нам прямо так и заявил. так, это все надо было сделать за два дня, первый указ, а с 27, да, абсолютно точно надо было сделать, ну вот, что теперь, да, так, сейчас смотрю, что еще, 28.02. было подписано уведомление о сокращении должности, 28.04. В связи с эпидемией может ли быть перенесена дата сокращения? Смотрите, мы можем руководствоваться, Елена, если вы меня слышите, если вы заранее уведомили о сокращении, уведомили 28.02, следовательно, за два месяца, уволить вы можете 29.04, я так считаю, в этом случае, то есть ровно месяц должен быть, в этом случае мы можем руководствоваться действиями статьи 14. Статья 14. Исчисление сроков, и там сказано, что если последний день истечения срока предупреждения выпадает на нерабочий день, следовательно, это ближайшая дата рабочего дня, то есть может быть перенесена дата. Посмотрите статью 14. Так, находясь на удаленке, продлить удаленку как? В электронном виде, то есть подписываете дополнительное соглашение, обмениваетесь электронными документами и продолжаете работать дома. Так, если у сотрудника нет возможности, ну это уже, мне кажется, сказали, код на усмотрение. Да, код, если вы имеете в виду в табеле учета рабочего времени, нерабочие дни, можете, соответственно, использовать свою кодировку. Продуктовые магазины и аптеки работают в ТЦ сейчас. Это замечательно, если работают, если они не закрыты, тогда, соответственно, они продолжают работать, абсолютно точно. А как быть, если ушли на простой на месяц до вступления нерабочих дней в силу? Простой отменяется на время нерабочих дней. Да, простой отменяется. Если вы ушли на простой до введения нерабочих дней, то тогда в связи с указом президента вы простой отменяете и табелируете эти дни как нерабочие дни. Так, как уберечь себя от сокращения Светлана, это сложно, никак. Попробовать посмотреть на статью 261, если вы попадаете под категории, которых запрещено сокращать. Ну и также попробовать воспользоваться преимущественным правом. Посмотреть, есть оно у вас или нет. Президент сказал, что без снижения заработной платы. Абсолютно точно, Татьяна, без снижения заработной платы. То есть, это знаете как, то есть, представьте, что ваши работники как работали, так и работают. Вот, поэтому по оплате у них ничего не должно меняться по логике вещей. А смотрите, если у вас премия по итогам работы за месяц зависит от результатов работы, у вас прямая связь, работники не работают, вот премию вы начислять и не обязаны. А оклад какой есть, такой и начисляем. А как правильно перевести врачей все отделение в другую больницу, пока их больница становится госпиталем? Пишут заявление, прошу перевести меня и переходят. А в чем проблема? Это может быть опять, а, смотрите, Ольга, это может быть перевод к другому работодателю, если это другой работодатель. Так, сейчас, секунду, врачей. Да не знаю, мне кажется, перевод оформляем и все. Здесь, мне кажется, несложно, если есть куда переводить. Главное, что мы можем перевести врачей и все отделение только по соглашению. То есть, работники должны быть согласны на перевод. Подскажите, если сотрудников сначала отправили по ДС на удаленную работу, а затем вышел приказ президента. Так, это мы тоже уже отвечали. Если нет возможности выдать трудовую книжку, ну, на бланке организации напишите справку, что работник уволен. Также сделайте уведомление работнику, что вы уведомили его о необходимости забрать трудовую книжку, но в связи с тем-то и тем-то он может это сделать тогда-то и тогда-то. То есть, вот с этого момента, чтобы освободить себя от ответственности. Если организация не попадает, сотрудники пишут заявление, как оформить, если и так нерабочие дни. Так, сотрудники пишут заявление. Вот, это как раз и является противозаконным, Елена, да, то есть, это называется, что ваша организация попала по действию нерабочих дней, а вы обязываете сотрудников уходить в отпуск без сохранения. Это чревато последствиями. Неполное рабочее время тоже только для организации, которые обязаны продолжить. Нет, это не только для организаций, которые обязаны. Это если ваши сотрудники работают дистанционно, им тоже может быть установлено неполное рабочее время. Можно ли уволить сотрудников в связи с форс-мажором? Нельзя уволить сотрудников в связи с форс-мажором. У нас такого основания трудовым кодексом не предусмотрено. Как оплачивать время простоя по независимым? Две трети заработной платы. Это статья 157 Трудового кодекса. Если компания попадает по действию указа и работникам должны быть предоставлены нерабочие дни, можно ли предоставить отпуска в период нерабочих дней? Можно. Это у нас прямо указано в рекомендации Минтруда, где сказано, что отпуск может быть и на отпуск эти дни не продлеваются. Если по графику отпусков сотрудник должен идти в отпуск, вы работаете дистанционно, у вас есть возможность его отправить дистанционно и оплатить это время. Ну, соответственно, нерабочие дни, наличие нерабочих дней тому не препятствие. А если сотрудник непрерывного производства останавливает на улице? Какие документы? Послушайте, пока у нас системы пропусков нет, сейчас мы ждем, что будет, то есть как, что. Пока вот это не ясно, как будет работать эта система штрафов. Потому что в этом случае у сотрудников, и сейчас речь идет о том, чтобы оформлять таким сотрудникам пропуска, чтобы они могли ходить на работу. В организации ввели неполное рабочее время, но работников за два месяца не уведомили. Если работник не согласен, его все равно имеют право уволить. Если это инициатива работодателя, его уведомили об этом, а он не согласен, то уволить его можно только по сокращению. Это пункт 2 статьи 81. То есть по сокращению. Потому что если работодатель устанавливает неполное рабочее время, сотрудник имеет право отказаться. В этом случае только сокращение. А как вы думаете, салон лазерной апелляции попадает под, который могут продолжить работу в настоящее время? Вы знаете, сомневаюсь. Сомневаюсь я, что он попадает. Если вы еще какие-то медицинские услуги оказываете, если у вас есть лицензия на оказание медицинских услуг, тогда еще можно сказать, что попадаете. Если это именно салон красоты, то тогда не попадаете. Тогда у вас это не рабочие дни. Так, в связи с отменой, боятся ходить на работу из-за вируса. Что делать? Ну вот опять же ждем. То есть пропуска должны быть. Вот я так думаю, что в ближайшее время, потому что систему ужесточили. А как кому доказывать, что я работаю, вот и не получить штраф. Вот пока я, если честно, механизм применения этих штрафов себе с трудом осознаю. Но если это организация, которая должна работать, естественно, сотрудники все ходят на работу. В случае появления полиции офис на удаленке. Как доказать, что производство непрерывное? Никак. Это не является непрерывным производством. Никак вы не докажете. То есть офис на удаленке может работать вполне, не относясь при этом к непрерывному производству. А IT-компании, где работники работают удаленно. Да, явку ставим. IT-компании, кстати, подходят. То есть они могут работать в период действия указа. А какие справки отдел кадров должен оформлять для сотрудников, вынужденных выполнять работу в офисе? А какие справки должен оформлять отдел кадров сотрудникам, которые вынуждены работать в офисе? Сейчас нет. У нас есть указ президента, поэтому мы не можем обязать сотрудников работать в офисе. Нет таких оснований, к сожалению. Возможно ли по одной должности кого-то перевести на дистанционное, а кому-то объявить простой до введения нерабочих дней? Так, по одной должности... Ну, это вот, да, как то, что я вам говорила. Если, допустим, кто-то готов работать дистанционно, я подчеркну, что если это организация, для которой распространяются нерабочие дни, мы никакой простой с вами не оформляем. Это может быть... В каком случае? Если вы организация того же непрерывного цикла, продуктовый магазин, аптека, ваши сотрудники отказываются ходить на работу, я считаю, что у них есть такое право. Как быть с такими сотрудниками, если правило нерабочих дней для них не применяется? Ну, вариант такой. У нас есть указ мэра, где граждане обязаны сидеть дома и не выходить. Можно сослаться на этот указ, получить письменный отказ работника выходить на работу, несмотря на то, что работники должны работать. Я считаю, что таким работникам можно установить простой и платить им две трети, потому что одни работники у вас работают, получают зарплату, а другие, кто боится выходить, не можем их заставлять, я считаю так, что не можем заставлять. Они у вас сидят дома, вы им будете оплачивать как две трети. Каков штраф за несообщение в службу занятости о сокращении? Ой, сейчас кто-то у меня все соскакивает. Так. Сейчас посмотрим еще вопросы, которые... Так. В данных условиях обязаны ли работодатели выплачивать аварсотрудникам? Что такое самоудаленка? Светлана, непонятно. Самоудаленка я не поняла, что это такое. Инициирована работодателем, все сотрудники согласны. Мы можем обойтись без оформления заявлений. Ну, конечно, дополнительное соглашение подписывайте, Юлия. Вы можете достичь согласия и устно. Поэтому подписали дополнительное соглашение, приказ о переводе об установлении. И все. Не нужно заявление. Подскажите, пожалуйста, при временном переводе сотрудников на дистанционный режим работы можно ли избежать подписания... А, это я уже... Так. На дистанционный режим работы. При временном на дистанционный режим работы у нас меняется режим работы. Вы сами написали режим работы. Следовательно, ДС должен быть. А далее приказом установить дистанционный режим работы сотрудникам. В конце концов, одним приказом, а дополнительное соглашение у нас будет являться основанием к этому приказу. Так, сейчас... Это у меня периодически вылетает что-то сейчас. То есть, если организация торговый центр, из-за того, что есть предприятия, которые не попадают под нерабочие дни, супермаркет, аптека, а торговый центр, компания, попадающая под нерабочие дни. Торговый центр... Это вы, кстати, задали уже вопрос. Я на него отвечала. Так, я правильно понимаю, что для организации непрерывного производственного процесса, и организации, не попадающие под пункт 2, указом могут быть разные... Нет, производственный календарь, Ирина, у нас, к сожалению, один. Вот. Но в этом случае у нас просто... Для отдельных сотрудников мы определенным образом их табилируем, как нерабочие дни. А другие сотрудники, мы им ставим явку, потому что это не относится ни к праздничным дням, да, как в связи с производственным календарем, ни к выходным дням. Поэтому, если ваши сотрудники работают, ставим явку, тем более они должны работать, да, попадают под пункт 2 указа. Работают, ставим явку и оплачиваем. Сотрудники, которые не попадают, то есть не должны работать, ставим им нерабочие, тоже оплачиваем, как и тем. То есть оплата одинаковая будет. Отель попадает, не попадает. Елена не попадает, отель. То есть он не должен работать, сотрудники должны не работать. Насколько актуальна проблема переквалификации? Я думаю, что этим и займутся, именно поэтому я вас пригласила на семинар, точнее на курсы проверка ГИД. То есть мы там этот вопрос разбираем. Переквалифицируют, причем очень большой процент. Так, можно вопросы так. Сотрудница написала заявление о выходе из декретного отпуска. У нас возникает необходимость уволить замещающую ее сотрудницу. Тоже я еще раз говорю, что трудовой кодекс у нас это ничего не отменяет. Военное положение не введено, ЧС не введен. У нас режим самоизоляции исключительно. А сотрудники имеют право увольняться, мое личное мнение. То есть вынуждать и увольнять по инициативе работодателя мы не можем. Но истечение срока действия трудового договора в связи с выходом другой сотрудницы как раз у нас является таким... Ну, это не относится к инициативе работодателя. Более того, если вы сотрудницу ее замещающую... Ну, единственное, какой вариант еще может быть... Какой вариант в вашем случае, Марина, я бы еще рассмотрела. Ну, смотрите, если у нас действует указ, если вы организация, которая не работает, это у вас нет возможности оформлять процедуру увольнения, у вас все сотрудники сидят дома и получают зарплату. А в этой связи есть смысл на период действия указа президента продлить срок действия трудового договора с этой сотрудницей. Как вариант. То есть такой вариант, конечно, можно рассмотреть. Но если вы ее не уволите, то уже потом вообще не уволите. Так, можно уточнить по поводу отпуска. Отпуск проведен 6-го. Отпускные уже выплачены. Ну и хорошо. То есть мы как идет отпуск, как будто этих нерабочих дней нет. Так он и идет отпуск. То есть на период вот этих нерабочих дней у нас отпуск не продлевается. Извините, пожалуйста, Надежда, но вот еще раз про отпуска. Но ведь тут же говорится, что число дней отпуска не включается. Оно и не продлевается. Обратили внимание, Надежда? Не включается и не продлевается. Заметили? Да, но если не включается, это как при дополнительных днях отпуска за работу в выходные дни. То есть они не включаются. В общем, непонятно как-то. Нет, смотрите, здесь все понятно. Это не относится к праздничным дням, потому что отпуск у нас продлевается только на праздничные дни. А вот эти вот нерабочие дни у нас к праздничным не относятся. Поэтому я думаю, что Минтрут имел в виду как раз именно это, что так как это не отнесено, то отпуск на эти дни не продлевается. Но и не включается. Вот это вот взаимоисключающее. Да ну, вот это Минтрут. Минтрут. Что вы хотите? Если бы они нам все комментировали четко и ясно, мы бы с вами не собирались бы на семинарах. Поэтому иногда бывает противоречивая информация. Но опять же, также хотела сказать, что рекомендации Минтруда не носят характер нормативного документа. Еще очень важный момент. И вот они не могут противоречить нормам трудового законодательства. Так что не включаем. Точнее, не продлеваем отпуск на эти дни. Вот что я имела в виду. То есть если отпуск попал и проведен, то и все. То и все, конечно, абсолютно точно. Далее, вот допустим, окончание отпуска там 15 апреля. И далее вы уже в табеле табелируете, как оплачиваемый рабочий день. А не рабочий день, простите. А вот, то есть вы ставите ОТ, именно которое совпадает с количеством дней отпуска. И далее вы ставите нерабочий оплачиваемый день, НОТ, к примеру. Вот и дальше продолжайте уже табелировать как НОТ. То есть сотрудник не имеет права на дополнительное количество дней отпуска. Должны иметь сотрудники. Так. А пока не могу сказать по поводу документов, которые должны иметь при себе сотрудники. Очень жду разъяснений по этому поводу. Пока не готова сказать. А срок действия трудового договора. Да, это мы тоже определили. То есть дата прекращения трудового договора не переносится. Но смотрите, вы в связи с указом президента, если вы не попадаете под непрерывно действующий орган, если вы попадаете под организацию в пункте 2 указа президента, здесь проблем нет. Потому что вы продолжаете работать и в этой связи вы прекращаете трудовой договор в связи с истечением срока его действия. Если вы относитесь к организациям, которые должны сидеть дома, то есть у вас нерабочие дни оплачиваемые, вот в связи с этим, со ссылкой на указ, я тоже считаю, что приказом руководителя срок трудового договора может быть на этот период продлен. Но до конца этот вопрос у нас сейчас пока не урегулирован. Поэтому профессиональное сообщество все на ушах стоит. Я извиняюсь, вы пропустили мой маленький вопрос. Можно ли в нерабочие дни расторгнуть доплаты к окладу с работниками? Я считаю, что можно. Смотрите, если это фиксировано, сейчас я вам объясню свою позицию. Но если это оклад, который у нас прописан в трудовом договоре, и фиксированные доплаты, например, надбавки, например, за вредность, я не знаю, ну, какие-то северные, в конце концов, вот их нельзя отменить. Если это доплаты, связанные с эффективностью работы подразделения, связанные с прибылью компании, то есть в виде премии, то, что выплачивается, вот это может быть отменено, то есть работодатель в сложившихся условиях, ну, будет оптимизировать фонд оплаты труда и будет убирать вот эти вот стимулирующие выплаты. Поэтому здесь просто надо смотреть, что у вас в трудовом договоре прописано. И что прописано в локальных актах. И тогда уже можно точно сказать, что можно, а что нельзя. А что сделать, если скан нужно сначала распечатать? Ну, можно, да, распечатать. Ну, вот как-то, да, я не могу вам тут ничем помочь. Надо изыскать возможность распечатать. Так, частная клиника может работать в период самоизоляции? Да, она относится к организациям, которые могут работать. Частная клиника, частные клиники, медицинские организации, они работают наряду и с другими медицинскими организациями. Отпуск в нерабочие дни оформляется и используется, как обычно, абсолютно точно. Как обычно, перенос отпуска по согласованию с работодателем может быть перенесен. Так, выдавать ли работникам на ежегодную? Ну, конечно, это выдавать, то есть, все за 14 дней. То есть, мы соблюдаем требования 123 статьи. То есть, у нас указ президента отпуска не отменяет. Так, общий ПИД закрыли. На каких условиях часть сотрудников может работать на доставку? Доставка разрешена. То есть, запрещено обслуживать в зале, но с доставкой, то есть, как вот сейчас многие рестораны перешли, сотрудничают с Delivery Club, вот, и доставляют продукты на дом. То есть, это можно оформить. То есть, это попадает под действие. Если вы посмотрите, есть в указе мэра Москвы, который вот о внесении изменений в указ, то есть, вот номер 31, который, 1-УМ, вот там как раз перечислены организации, которые могут работать. И там про доставку сказано. Подскажите, если все ушли на удаленку, но ДС не оформили, всем обеспечен доступ. Как поступить? Оформить дополнительное соглашение, Ирина. Разъясните, пожалуйста, когда сотрудникам начислить первое. Вот этот вопрос мне тоже задали. И я тоже исключительно не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну вот он не продуман ни в одном указе, ни в одном нормативном акте, он не продуман этот вопрос. Поэтому не могу я его сказать. То есть, здесь что все, могу сказать, где все понятно. Если вы работающая организация из пункта второго, то вы оплачиваете зарплату все как положено, как предусмотрено. Если вы организация, которая перешла на удаленный режим, работаете удаленно, следовательно, вы тоже можете своевременно начислить работникам заработную плату. Но если вы организация, которая сидит дома, просто некому начислять зарплату, да? Вот здесь в комментарии было сказано как-то, да, вот мне попался такой комментарий, что 27-го надо было выплатить зарплату. Ну хорошо, сейчас-то нам продлили до 30-го. Как быть? Вот ждем комментариев Минтруда. Ждем очень, потому что вопросами Минтруд завалили, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем мы получим комментарий на этот счет. Можете, пожалуйста, озвучить вопрос, нужен ли кому-нибудь работник? Ну это да, это полезно, но мое время вышло. Надеюсь, что все так. А если нет возможности... Так, сейчас дальше смотрю. Основная проблема определиться, непрерывно работающая организация или нет. Посмотрите, там в комментариях, в разъяснениях уже все написано. Там вы найдете себя. То есть это когда невозможно... Непрерывно это значит круглосуточно. Когда нет возможности остановить производство, да? Когда оборудование выйдет из строя, это приведет к серьезным последствиям. Вот это непрерывное. А остальные таковыми не являются. Так, оплата нерабочих дней по окладу доплаты за внутреннее совмещение полагается, можете отменить доплату. За три дня уведомить работника о том, что работа в режиме совмещения прекращается. Вот, то есть работодатель может по собственной инициативе, если вам это не нужно, совмещение отменить и доплату за совмещение не начислять, даже если сотрудник не согласен. Получается, если сотрудники написали заявление на ОКТОСК без сохранения АЗП, это незаконно. Это может повлечь серьезные проблемы. Я вам уже показала сайт «Горячие линии», вот, куда могут обратиться сотрудники. То есть, если это у вас единичный случай, вот та же мама, которой некому, не с кем оставить детей, она должна ходить на работу, ежегодный отпуск она уже использовала не так давно, у нее нет ни ежегодного отпуска. Вот тогда, как вариант, она может попросить дать ей хотя бы отпуск без сохранения. Но если у вас все массово это напишут, то это будет призвано как незаконным. Попадаем по действиям указа. Можно ли сотрудникам оформить дистанционную работу с уменьшением количества часов? Конечно, можно. Татьяна, сейчас все этим и занимаются. Это вполне законный способ. Работникам нужна работа, а работодатель желает сохранить организацию в целом. Поэтому интерес обоюдный, и сотрудники соглашаются и на дистанционную работу, и на уменьшение количества часов и оплаты соответственно. Поэтому я думаю, да. А IT-интеграторы попадают. IT попадают, точно могу сказать. Строительные компании тоже. Про строительные компании сказано, что они работают. Попадают. То есть они могут работать. Написали за свой счет 27 марта на апрель. До обязательного карантина. Конечно, Елена. Да, это вот как раз тот случай, когда к вам могут прийти в гости. После окончания так называемого карантина, который карантином не является на сегодняшний момент. А вера нет точного списка непрерывных производств, к сожалению. Так, массовая выплата материальной помощи в целях текущих условиях не привлечет массовая выплата материальной помощи. Ну, если есть такая возможность, Евгений, я думаю, что не привлечет внимание трудовая инспекция. Вот как раз не выплаты привлекут. А если вы выплачиваете, то это все замечательно. Часть работников сменной ТР объявлены нерабочей. Смены работают как вывести при необходимости ТР и оплатить. А зачем вы их вообще убирали с графика? То есть, если они вам нужны, у вас непрерывное производство. Следовательно, для вас правила нерабочих дней не распространяются. Поэтому все ваши люди должны работать в соответствии с графиком. Поэтому часть сменников у вас, так, ТР объявлены. Почему они объявлены у вас? Нет. В общем, на них не распространяются нерабочие дней. Они должны работать. Если сотрудник не отказывался от дистанционной работы, но ему объявили простой. Простой может быть объявлен предприятием. Подчеркну, опять же, в ряде случаев, только в ряде случаев. Если, в каком случае это будет незаконно. А если это организация, которая должна отправить сотрудников домой и оплачивать им нерабочие дни. Вот если нерабочие дни им оплачивает организация и тут же объявляет простой, это будет незаконно. Потому что нерабочие дни в соответствии с указом президента не могут являться простоем. Надо ли подавать на сотрудников? Да, там не присмотрено. Извините, можно на секундочку насчет нерабочих дней буквально влезть с маленьким вопросом? Ничего страшного, если я за... Так, да, давайте. Я пока не читаю следующий вопрос. Да, смотрите, такой вопрос. Значит, торговый центр, который закрылся полностью на эту нерабочую неделю и, скорее всего, будет не работать до конца, соответственно, апреля. В торговом центре находится точка продаж, которая относится к своей непрерывной действующей организации. Так как торговый центр закрыли, соответственно, торговый центр не дал возможности этой организации работать на точке продаж. Что сделала работа дачи? Весь коллектив этой точки отправил на неоплачиваемые выходные. При этом простой, ну, простой, организация простой отказ. Что делать? Обратите внимание на горячую линию онлайн-инспекцию. И передайте привет вашему руководителю. Вот, потому что, да, потому что я хочу сказать, что это не законно. Вот простой руководствуемся правилом, мы не можем ухудшать положение работников по сравнению с нормами трудового законодательства. И вот сейчас эти работники могут написать на работодателя коллективную жалобу, а далее это проверка и далее огромные штрафы. Проще заплатить две трети от оклада этим сотрудникам, как простой оформить. Ну, это мое мнение, да, в этом случае риски минимальны. Так, что я хочу вам сказать. Ну, тут вопросы уже повторяются, да. Если очень нужно, задайте голосом, потому что я уже, так сказать, их плохо вижу, эти вопросы, да. Я думаю, что нам сейчас секунду надо будет заканчивать. Для тех, у кого нет вопросов, тогда я с вами прощаюсь. Обратите внимание, что мы на наших курсах все это рассказываем, поэтому приходите и более подробную информацию мы вам обязательно предоставим. Потому что невозможно за полтора часа уместить, так сказать, ответы на все интересующие вас вопросы. Вот, поэтому всем большое спасибо за участие. Если очень нужно задать вопрос, задайте. А с остальными я прощаюсь.